Откровение Иоанна Богослова. Приложение 4. Упровержение адвентистского лжеучения об антихристе, как о римском папстве. 2. Эсхатологический момент играет особенную важную роль в вероучении сектантов-адвентистов. Их учение об антихристе выглядит так. Раньше второго пришествия Христа должен явиться антихрист, который и есть папство римской церкви. Что видно изнизу следующего. Судьба земных царств до конца мира, говорят адвентисты, указана в образе истукана. Даниила 2, глава 31 по 44 стих. Пророческой книге Откровения Светового Иоанна Богослова. По пророчеству Даниила, начиная с Вавилона, должны просуществовать на земле до пришествия антихриста 4 главных царства. Вавилонские, Мидоперсидская, Греческая и Римская. Каковые и просуществовало одно за другим каковые. Эти царства изображены у Даниила еще под видом четырех зверей, глава 7, из которых четвертый означает последнее римское царство. Десять рогов у четвертого зверя. Откровение 7 семени. Означают 10 царств, образовавшихся на Римской империи между 356 и 483 годами до по Рождеству Христова. Гуны, Азготы, Везготы, Франки, Вандалы, Свевы, Бургунды, Англосаксы и Лангобарды. Возникший между десятью рогами маленький рог, имеющий глаза как бы человеческие и говоривший высокомерные слова против Всевышнего Даниила 7.8. Это тот зверь, о котором говорится и в Откровении, что «отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить ими его и жилища его, и живущих на небе, и дано ему было вести войну со святыми и победить их». Откровение 13 глава 6 по 7 стих. «Этот Антихрист, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом». 2 Фессалоникийцам 2 глава 3 по 4 стих. И все черты зверя и его действия всецело относятся к римскому папству, что доказывается и историей папства, и его характером. Известно, что римская церковь с ее папством возникла из развалин римского язычества, когда после восстания Десяти царств римский император Юстианн в 533 году особым указом утвердил ее и дал ей неограниченную власть над Римом и всем христианством. «О малом роге говорится у Даниила, что этот рог вел войну со святыми и превозмогал их» – Даниила 7,21. И это сбылось на римской церкви. Миллионы замученных христиан по приказанию пап, какими были, например, вальденцы, альбегойцы, гугеноты, гус и иронимцы, их последователями, сотни тысяч замученных римской инквизицией подтверждают это. «Об этом роге сказано еще, что он, ведя войну против святых, возмечтает у них отменить праздничные времена и закон» – Даниила 7,25. И это сбылось на папстве, которое ввело в воскресный день и нарушило закон о праздновании субботы. Маленький рог или антихрист имел глаза как бы человеческие. Это римские ксензы и иезуиты и различные монашеские латинские ордена, надсматривающие за совестью христиан и через исповедь выпытывающие у них все, что нужно для пользы папства. «Об антихристиях сказано, что он имел уста, говорящие высокомерно» – Даниила 7,8. «Что он сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею» – 2 Фессалоникийцам 2 глава 3 по 4 стих. «И что он отверз уста свои, чтобы хулить имя его» – 13 старший 6,7. «Все это буквально сбылось на римской церкви и ее папах, которые объявили себя непогрешимыми, наместниками Христа и стали за деньги, индульгенции, отпускать людям даже будущие грехи». Напомню, что я сейчас считаю лжеучение, объяснение, ну, как верят адвентисты. Папа Иннокентий III писал, например, так «Он, Христос, поставил одного человека над миром, назвав его своим наместником на земле, и как колено всех живущих на небе и на земле и под землею преклоняться перед ним, точно так же должен каждый быть послушным и служить его наместнику», то есть папе. «Христос же иначе говорит о себе, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих» – Матфея 20,28. «Владычество Антихриста, то есть папство, учит далее адвентисты, должно продолжаться до времени, времен и полувремени». То есть три с половиной пророческих года, Откровение 12,6 и 42 пророческих месяца, Откровение 13,5 или 1260 лет, Откровение 12,6. Так как согласно Писанию, числа 14,34, языки или 4,26, пророческие дни должны считаться за годы. И время владычества папства действительно равняется 1260 годам. В самом деле Юстиниан установил католическую церковь и дал папам неограниченную власть особым указом в 533 году. Но началась она только в 538 году, когда в исполнении пророчества Даниила, что после десяти царей восстанет иной, отличный от прежних, папа, и уничижит трех царей Даниила 7,24. Были поколены герулы, вандалы, астготы, изгнанные из Рима. В этом году папство получило престол, свою великую власть, Откровение 13,2. Следовательно, с этого года нужно считать 1260 пророческих лет, конец которых приходится на 1798 год, когда у Антихриста, согласно пророчествам, отнята власть губить и истреблять до конца. Даниила 7,26, Откровение 13,10. Ибо в это время, именно в 1798 году, французский генерал Бертье двинулся с войсками на Рим, взял в плен папу Пия VI, и тем уничтожил власть папства. Его глава как бы смертельно была ранена, однако смертельно рано исцелела, Откровение 13,3. Папство продолжает существовать, лишенное даже в последней власти королем Италии Виктором Эммануилом. Но Антихрист, то есть папство, все-таки будет скоро совершенно уничтожено. Его уничтожают адвентисты своим учением. Вот так вот, представляете, вот так это они верят. Находят подтверждение в Писании, как будто в истории. Дальше объяснение православного. Все хитросплетения адвентистов, сидящих на основании свидетельств священного Писания и истории Церкви, доказать, что пришествие Христовой и кончины мира уже будто близко. Появились, ибо появился уже Антихрист в мире в виде римского папства. При истинном же свете священного Писания и истории Церкви оказываются плодом праздного ума и вымысла человеческого. Прежде всего, у его адвентистов совершенно ложный взгляд на самого Антихриста, который по их учению будто уже пришел и царствует в мире в виде папства. Антихрист не есть целый ряд личностей, хотя бы, например, и римских пап, как утверждают адвентисты, но одно определенное лицо. Человек, а не человеки, греха. Сын, а не сыны, погибели. 2 Фессаленкицам 2.3 И сам Господь говорит неверующим иудеям, «Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня». А если иной, а не иные, как, например, папы, придет во имя свое, его примите. Иоанна 5.43 Следовательно, Антихрист — это не ряд сменяющихся друг к другу, сменяющих друг к другу и многие века личности, а одна личность, имеющая явиться в одно определенное время. Не сравним Антихрист с римскими папами по характеру своему, по учению и по делам своим. Об Антихризе сказано в Писании, что он противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом и святынью. Так что в храме сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Но адвентисты на протяжении всей истории церкви римской не могут при всем своем желании указать ни одного папы, который считал бы себя выше истинного Бога. Сел бы в храм и объявил бы себя Богом. Не могут указать, ибо ничего подобного никогда не было и не могло быть. Как невысокомерны бывали римские папы, как не горды и невластолюбивы, но они все же христиане, верующие в Бога Отца и Сына и Святаго Духа, поклоняющиеся единой нераздельной Святой Троице и этому учащие христиан-католиков. Затем об Антихристе апостол говорит, что его пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными. 2 Филатийницам 2.9 И что единомышленный с Антихристом второй зверь будет совершать великие чудеса и творить великие знамения, так что и огонь будет низводить с неба на землю перед людьми. Ничего подобного никто из пап не совершал и не мог совершить. Далее об этом втором звере говорится в Откровении, что он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и начало их и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. То есть Антихриста. Откровение 13 глава 16 по 17 стих. «Но мы знаем, что никакой подобной печати римские папы не имели и на правую руку католикам не полагали. И знаем, что по всему миру и в Италии, и в самом Риме покупают и продают не только католики, а все, кто занимается куплей и продажей. И сами адвентисты, хотя никакой печати папской на правой руке не имеют». Что касается отмену субботы и введения празднования христианами воскресного дня, то это произошло гораздо раньше 538 года. Ведь адвентисты сами утверждают, что отмену субботы и почитание воскресного дня произошли при Константине Великом. После его вердикта об этом, изданном в 321 году. Хотя и это утверждение адвентистов ложно, его празднование воскресного дня началось с первого века христианства, о чем есть многочисленные исторические указания. Воскресный день христиане почитали изначально с первого века, а в 321 году этот день стал праздничным в империи. Также совершенно ложное учение адвентистов и о времени явления антихриста и продолжительности его власти на земле, какую они видят и в папской власти. Богу нашему слава вовеки. Аминь. Дальше уже завтра будем продолжим. Аминь. Спасибо, Христос. Если какие-то есть вопросы, задавайте Игнатию Тихоновичу. Приветствую всех, отец тебя. Так, слушаю, дорогой брат. Да. Всех с Рождеством поздравляю. Значит, вот сейчас об адвентистах, да, очень-очень так ярко было и доказано. Вот вчера, значит, здесь о трех шестерках, так, число зверя и там печать антихриста. Ну, сейчас вот и у нас появилось такие учения, что уже антихрист пришел, что столько там зла и что там и правительство, и куда это, да. Вот какие вот эти лжеучения, вот сейчас такие актуальные, и вот что они, значит, еще не пришел антихрист. Вот как правильно было тогда сказано и доказано. Вот именно в чем они ошибаются, вот сейчас вот современные такие, так называемые, толкователи. Вот это... Потому что искренне они верят в главное чудо. Вот как только Христос воскрес, сразу же всюду все банки открылись, деньги. Заплатить, сказать, что его украли. Вы это знаете, написано. Теперь проходит еще столетие, в это время сатана говорит, а он не умирал. Тогда нельзя было не сказать так, что он не умирал, потому что все видели. А теперь нет, у вас это все неправильно написано, сколько раз переписывали, изменяли, добавляли, то есть чисто сатанинские нападки. А он не воскрес. Вот главное, что. А если он воскрес, это значит о том, что написано. Иду, говорит, и пошлю Духа Святого, который обличит в мир о грехе, о правде, о суде. О грехе. Не семь смертных грехов, а один. Что не верует в меня. Вот как веровать в него по Евангелию, что он умер за мои грехи. Что кровь его очищает в меня. Если это нет, и он обещал, какие будут признаки, он придет. Все остальное сгинуло, как будто никогда не было. Я верю, что он дал Духа Святого. Дух Святой вразумляет. 666. Он вскрыл, разгадывать не надо. Святые отцы говорят не для того, дано, чтобы мы гадали, а чтобы когда исполнится, мы поняли, это было предсказано. А не так, что заранее узнать, и мы-то два антихриста, мы в другое место пойдем. Это все обман. Не веря в Слово Божие. Не веря в то, что князь мира осужден. И то о правде, что идет к отцу. То есть он вознесся на небо. Вот это стоит принять, поверить в Слово Божие, раньше времени разгадывать не надо, и 666 меня не касается. А люди боятся шестерки, боятся тринадцать, это чертова дюжина. Вот в Англии говорят, тринадцатого этажа нету, двенадцатый, сразу четырнадцать, та же квартира. Страница 666 и начинает бунтовать. Не надо это делать. Мы не знаем. Господь скрыл. А чего в Библии нет, о том не рассуждаем, говорит Иоанн Златоуст. И все кончилось. Эта тема закрытая, Богом закрытая. И зачем ее распечатывать? Он ключи не дал. Так что отец здесь один. Разговаривать с ними нечего и сказать. Слово Божие закрыто в данном месте. И дано для того, чтобы когда исполнится, тогда узнать, что было предсказано. А не для разгадывания. Все кончилось. Да. Да. Ну, значит, вот эти места, да, все понятно. Просто у нас появилась секта, и она уже не один год так работает. Вот поэтому задал твой вопрос. Но еще... Так я скажу, отец, ереси были всякие разные. О том, что не признают Христа за Бога, Арий. Он был. А теперь опять везде свидетели Иегова называются. Были люди, которые держали за субботу от 27 дня за закон к ним галат, послание к галатам. Это все было под небом. И надо спокойно принимать это. Почему? Дьявол сеет, плевелы всходят. Сказано, отставьте расти. Они говорят, на меня не действуют, на тебя не действуют. Действуют на тех, которые не покорились принятию Христа, как воскресшего из мертвых, взявшего грехи мира на себя. И грядущего вновь, а их ничего не сделаешь. Иритика после первого-второго времени отпрощается. 3.10. Послание к титул. Все. Тема закрыта. Да. Да. Ну, слава Господу. Примем сведения и скажем истину. Знаешь, отец, вот у меня сейчас Рождество. Ну, у нас так торжественно это праздновалось. Мы даже сделали орело, значит, уже с молодежью, с детьми. Вся церковь вышла по всему району, прогулялась, ну, с песнопениями. Там, значит, такой праздник был. У нас традиция была на Рождество. Но всегда после, ну, уже когда мы ночью служили где-то, потом днем, вышли вот всей церковью. Ну, было так торжественно. Ну, как бы свидетельствовали, что здесь церковь работает. Здесь им раздавали календари здесь, ну, значит, как праздник. И народ так нас очень, ну, встречал, что церковь здесь живая. Ну, я вот вспоминал тебя, твое свидетельство. Как твоя жизнь изменилась, когда ты узнал о Христе. Вот так вот, ну, расскажи об этом здесь. Когда, вот как ты это принял, и как у тебя, значит, изменилась жизнь. Значит, ты один человек, а вы сейчас другим человеком. Вот дело такое, я отвечаю на вопрос. Вопрос закончился. Дело в том, что прошли годы, я все время на этом останавливаюсь. У нас семья была, 10 ребятишек, 10. Но то, что у меня в детстве было, ни у кого не было этого. Кто-то позже уверовал, кто-то как-то. У меня где-то 4 года, я себя помню. У меня было желание скрыться, тайно с Богом молиться. Поэтому, будучи начальником, директором детского лагеря, 45 лет. Я наблюдал всегда, есть ли такие дети сегодня. Ну, они, что, пробудет месяц, уезжают. Ну, я наметки редко-редко, но делал какие-то. Как? Если человек не избран, ему ничего не докажешь. Он головой крутит, нет, он тут же забывает неизбрание. Это от нас не зависит. А зависит, если мы это узнали, и Господь дает откровение. Я все время искал, где про Бога сказано. Книг не было, ничего не знал. Если я посмотрел фильм «Отверженный Викторой Юго», это постановка французов и итальянцев. Вместе построили они, или там немцы. В армии, сколько там нас привели? Весь кинотеатр за... Никому не надо это было. Да, они скучно. А я увидел, он говорит, спасти не жизнь, но душу. Я иду, во мне все трепещет. Жан Бальжан, там играет Жан Габен. Никому дела нет. А у меня все внутри трепещет. Я прочитал несколько раз снова «Отверженный Викторой Юго». Сходил еще в фильм, посмотрел. И теперь атеистическую литературу покупаю. Мелкие там брошюрки были-то. А с двух сторон напечатано. С одной бывает божественная, и именно напротив ее другое. Если я эту вырежу, там не видно. Поэтому беру два экземпляра. Вырезаю, составляю отдельно у меня как книжка. Я не знаю, что эти цифры какие-то стоят, главы стихи. Я никогда никого не встречал, кто бы так искал это. Я все время прислушивался, что мне Бог скажет. Теперь заново все перемолачиваю. Когда пришлось, все встало на место. И поэтому говорят обычно, ну раз ты обратился, значит болел. Тебе помогли. Тебе мозги-то окрутили тут. Или бывает, ты где-то потерялся. Жить не на что было. У меня все было, я моряк. Моряки проверяют там много раз. Здоровье должно быть стопроцентное. Деньги всегда при себе. Тем более я учусь в высшем мореходном училище. А на душе пустота. Я людям говорю о Боге, что Он есть и будет суд. Больше я не знал ничего. И когда Евангелие в руки мне дали, Новый Завет, через полчаса моя жизнь полностью вся изменилась. Это были пятидесятники в доме у них. Я ни шагу не шагнул к пятидесятникам ни разу. Но когда сказали, что верить надо тому, что написано, а я занимался языками. Разные языки изучал самостоятельно. Когда после этого мне сказали в Грузию ехать, я тоже в Москве пошел покупать учебники, чтобы по-грузински разговаривать. Платвию приехал еще, еду дорогу, уже купил. Три с половиной месяца я уже разговариваю. Немецкий язык за шесть месяцев, а английский за четыре месяца. И Бог на это меня поймал. У меня интересные были замыслы. Я его выучусь, в институт иностранных языков, там, в министерство, и за границу уйду. Мне не нравится здесь. А Господь сказал, на этом тебя и поймаю. Я был очень, любил то, что отец рассказывал. Я вырасту, я им отомщу, коммунистам. Террористом хотел быть. Поэтому везде бокс, тогда не было других борьба, стрельба, там, это все изучал. С одной рукой мог любого воробья снять на ходу. Бог заранее готовил, любил бабушек. Я никого больше не встречал, чтобы так любили. Денег нет, одна только стипендия. Я все равно где-то заработаю деньги, а бабушкам подам. И вот на этом меня Бог поймал. Сошел на берег, бабушка с узелками. Я бросился помогать. Спросил про веру, она показала. И там как раз люди, которые пятидесятники, на разных языках голосовали. Все сошлось у меня один к одному, сто процентов. Как облигация какая. Это Бог делает так. И поэтому передать опыт я не могу. Ну, человек, вот бабушка ходила, я с ней ходил в церковь, там, пришел. Я даже знаю, здесь вот много лет уже люди знакомы, а человек с места не двигается. А который избран Богом, он сразу возревнует, его даже видно где-то. А другой все время подкапывается где-то. Вот там не так. Он не в Библию смотрит. Мне говорят, а сколько времени уходило на Библию? В среднем 10 часов примерно. 10 часов. Если бы кто-то тогда имел снимать, как сейчас вот видеоаппараты, это такой бы фильм был. Я не дождусь в откресенье. Первое, с чего я попросил у Бога, Господи, меня не дали работать на море. Я сошел, у меня строительная специальность. Дай мне такую работу, чтобы я не думал, а мог размышлять о Боге, молиться, петь, но чтобы никто не видел. А буду работать. Встал, полы настилаю, двери вставляю, а внутри у меня, поэтому я запоминал пакетами, страницами. Бог дал мне разумение и память. Я в субботу ушел, в пятницу, а в субботу я дошел там как лес, ну, как сказать, почти тайга. И там вниз так вот распадок идет. И я там спрятался, и Библию считают. И вот вечер я залез, сплел из ветра гнездо, обнял дерево, не знаю, привязался или как, утром проснулся, туман, и я на березе, как шимпанзе. Ну, картина-то какая, почему? Я не хотел возвращаться к людям. Я там просижу еще день. Без еды со мной Господь. Я не могу опыт передать. Это не передается. Я вот сказал, ну, кто это будет делать? Как он будет делать? Мне никто не говорил. У меня внутри все время вот это пламя горело, как говорит об этом Иеремия. Внутри меня, как в костях моих. Я родным, близким написал, друзьям везде. Наверное, чемодан переписанных писем был только. И переписывал Новый Завет. Кому прийти, те пришли. Как сейчас пишут, тысячи людей пришли в православие благодаря моей проповеди и беседе с сектантами. Я их не считал. Но могу сказать, это чудо. Чудо. Да. Как я думал, кого-то преследовать, меня будут преследовать. У меня ни одного нет, кто бы сидел за Слово Божие. За Слово Божие. И что вот, я рассказываю, Глеб Якунин был, Зоя Крахмарникова, ладно уже, Саша Огородников. Люди, которые сидели. Отец Дмитрий Дудко. Ни у кого в тюрьме, в лагере не было, как у меня. Как передать? Вот я хочу курсы провести. Тебя могут сегодня арестовать. Привозят только. Тебя. То есть дальше не пустят в камеру. Тебя проверять будут. Мыть, чтобы ты других не заразил. И вот теперь я захожу в камеру. Камера на 25 человек, а их 75. Я еще ничего не знаю, кто там. Я только дверь открыл, а там ничего не видать. Только так вот туман идет. Курят все. Я зашел, перекрестился. Мир дома всему. Зашевелилось. А такого там бал вылазит. Там 20 лишних метров может. Уже 6 раз сидит. Ты откуда, дед такой? Из Барнаула. А какая статья? 190 прим у Караса Пасер. Что, мента грохнул? Нет, это 190. Это прим. Апостров вверху. А что это за статья? Политическая. Я уверен в Господа. И вечером уже 75 человек. Они знают, что у меня с собой новый завет. Будем говорить. Нашли, кто не курит. Тщательно вымыть руки. Двери открыты. Охранники с двух этажей. Все замерло. Два часа никто не закурит. Я уже владею камерой и тюрьмой. Этого нельзя сделать. Это только Дух Святой может сделать так. Обращается человек. Мы вместе пали на землю, молимся. Нас вышибли сразу в другой подвал. Я с кем не разговариваю. Люди не слыхали такого. А почему так? Начальник тюрьмы. Полковник. Меня вызывает раз за разом. Родной мой. Ты мне расскажи вот это. Родной мой. Расскажи. И умер по-христиански. Потом я узнал. Вот как. Следователь, который меня допрашивал. Который вел дела. Он в крещение принял с полным погружением. Это Бог делает. Это благодать Божия. Когда я рассказываю. Я беру 2.18 посланий к Якову. Говорит. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу из дел моих. Город не может на вершине горы укрыться. А вы рассказываете. Меня попросили. Я рассказываю. Подражать можно. Подражайте мне. Как я Христу Павел говорил. И подражайте тем. В ком видите этот образ. А если подражать. Или есть. Если здесь. Вот сейчас я вижу. Сколько человек. Сколько они услышали. Люби Бога. Люби молитву. Вот такое сообщество интернетное. Чтобы через 2 часа молитва была. Утром. И вопросы решались. И занятия идут. Я не слышал и не знаю. Нигде. Есть такое или нет. А если обычно так собрались. Там говорится. Погогатали. Разошлись. Вот отец. Мой короткий ответ. Да. Ну. Слава. Слава тебе Господи. Да. Ну. У меня вот я. Ты мне свидетельствовал. Да. Видишь. У тебя. Это с детства было. Ты был приучен труду. Здесь. Ну. Вот я себя. Ну. Как-то. Тоже. Ветерамки. Начал ставить. Я о Христе узнал. Мне было около 30 лет. И. Значит. Как-то я. Мы едем там. На эскурцию. В монастырь. И. Вот. Человек. Здесь. Так смотрит. На меня. Улыбается. Я говорю. Кто ты такой? Говорит. Да. Говорит. Я христианин. И. Он. Значит. Евангелие. Эти цитаты. Наизусть. Знал. И. Он. Мне сказал. Говорит. На ум. Говорит. Я. Христос. Любит. Да. Я. Удивился. Ну. Мы. Такие. Веселые. Там. Погуляли. Хорошо. Да. Понимаю. Да. И. Вот. Вот. В чем. Здесь. Вот. Ты. Дай нам совет. Я. Уже. Прошел. Говорит. Крым и Рим. Вот. Как. Ну. Вот. В таком уже положении. Стать. Ну. Я. Стал. Да. Но. Чтобы. Ни направо. Ни налево. За Христом. Ити. Прямо. Дай нам совет. Наверное. Таких. Много. Вот. Многие. Взрослые. Приходят. Вместе. Страх Божий. Если я не буду делать так. Я погибший. Да. Страх Божий. Я все сделал. И все открыл. У меня перед глазами эта картина развернулась. Когда я уверовал. Вот там-то он меня Господь касался. Я не ответил. А там-то вот так-то было. Вплотную я подошел уже. И опять не обратился. Наступил час. Когда все позади осталось. И остался один Христос. Вот как передать это. Я ему рассказываю как. Каждому слову говори. Никогда не спорь. Спорит. У меня есть один афоризм такой. Его в интернете пользуется. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. И поэтому я никогда не спорю. Я ему сказал и попятился. Твое дело. Теперь я молюсь. Готовиться надо. А если я не так? А если я не угодил? Бегут многие, получают один награду. Господи, да прости меня. Помилуй меня. И поэтому меня касается самое маленькое добро где-то. Я его человека найду. На краю света я отблагодарю. Очень страшный грех это неблагодарность. Неблагодарность. Я раньше этого даже не знал. Но опытом жизни узнал. И поэтому, когда были миссионерские поездки, я постарался найти всех, кто что-то для меня сделал. Однажды мы шли пешком, работали в горах. И не могли дойти. Снег был. И мы ползли. Ползли по снегу. Видим дома, а идти не можем. И женщина несла побои, что-то с свиньем видать. И видно кусочки хлеба плавают. Я прошептал, да, и она не дала. А соседи увидели нас, подобрали. Из-за того мы так и заснули. Теперь проходит 30 лет, 40 лет. Я ищу, еду туда. В миссионерской поездке. Найти этих людей отблагодарить. Кто и когда помог. Это сильно подогревает душу. И тех людей трогает. Вот так. Ну, я три пункта записал. Значит, страх Божий. Никогда не спорим. И быть благодарным. Да. Это начало. Это надо увеличивать все время, всегда. Помните, благодарностной молитве приносить к престолу благодати. Это Бог сделал. Моя встреча могла быть не здесь. В этот день наш корабль мог не подойти к этому городу. Стояли на рейде. Я мог не пойти смотреть кино. Но все сошлось один к одному. А внутри пылал огонь. И не было. Любовь к Богу. Это Бог, который меня будет казнить. Я не делал, что люди делают. За свой... Мне 83 года ни одного мата еще не сказал. Мама сказала, танцевать нельзя, пионер выступать, комсомол. Вот это я знал. Сохранил меня от женщин. Сохранил. Но я знал, что я если умру, я буду в аду. Меня никто не мог... Я живу как... Жить надо, как монах. А внутри меня, ну все, говорит, я грешник. Я погибший грешник. Бесповоротно погибший. Хотя я каждый день плачу и молюсь. Вот как. Я с первого же дня узнал, что Павел, говорит, я со слезами учил вас. А в это время у меня все. Говорит, какие слезы. Здоровье 100%-то. И в этот же вечер коснулось, что мне подарили Библию. Я воткнулся в коридоре в одежды. И весь вечер проплакал. Часами. Это дар Божий. Слезы. Просить надо. Ну, слава. Слава Богу. Аллилуйя. Отец. Я благодарю тебя, что ты вот и учитель, отец, наставляешь вере и благочестию. И меня, и вот всю братию. Храни тебя Господь. Ну, конечно, ты самородок. Вундеркинд. Здесь благодать Божия. Вот с тобой храни тебя Господь. Да. Мне нужна большая помощь всегда. Потому что на народе новые люди все время приходят. Я чувствую, как, ну, надо больше времени на молитве проводить. Ночью. Хорошо Господь поднимает там где-то второй час ночи. Дает еще пока возможность. Но уже чувствую, что не те ноги. С трудом шагаю. Да. Все, да. Ну, все. Ну, спаси Христос за вопросы. Христос, как ты приехал в первый раз. Как твою душу коснулся. Когда мы шли с дороги, что я тебе говорил. А потом, как мы искали, где полное погружение в переделки на даче писателей под Москвою. Да. И когда тебя приял и ступели. Это все чудо Божье было. Да. Да, ну. Да. Ну, и. Да, о тебе помнят. Я вот когда говорю, вот здесь, и даже сайт говорю, зайдите. Это, значит, народ. Так, уже забыл, да. Тоже даем записочку. Да. И у нас тоже есть уже твои ученики. Ну, по мере сил мы общаемся. Как, отец, мы были у вашего патриарха Ирии Второго. Во. Да. Это фото есть. Фото есть. Ты мне, если есть, пришли мне это фото. Здесь найдешь. Да. Многое изымали. Многое сожгли. Он. Да. Ну, да. И видишь, он принял нас. Да. 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 Вы еще на балкон сфотографировались. Да. И благословил. Благословил. Знаешь, у него, он уже в немощи такой здесь. Но у него мудрость есть. И вот его советы. Здесь его, значит, многие прислушиваются к нему. Вот здесь там у нас политическая обстановка, да. Но он всегда вот о Христе, к Христу призывается. После Христу что зашел? Мы тебя помним каждый день и молимся, когда о массионерских путешествиях, вспоминаем, где нас принимали. Ты первый, потом сразу в Германию вспоминаем, где это было. И в Азербайджане, в доме Муллы мусульман. Во. Да. Ну, все. Да. Ну, все, с миром. Удивительный там был, когда мы приезжали, вы не знали, когда мы приедем. А мы приехали, только зашли, уезжать надо. И все с узелками там, лепешки, эти лаваши несут. Помидоры. Где они купили? Я всегда удивлялся. Это твоя паста такая, вообще. Да. Ну, у нас, значит, когда мы открыли вот этот молитвенный дом сначала, сейчас уже храм большой, да. Значит, здесь пенсионеры здесь пришли. Здесь, и как они начали читать, приобрели Евангелие. Просто там Акафисты, молитвы только читали. Как узнали о Христе. Ну, у нас как бы семья уже получилась. Ну, благодарю. Все. Аллилуйя. Так, вопросов нет, а то я отхожу. Да. Все, отошел. Все. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Благодарю за труды. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...